Су-25Т – это модификация хорошо известного самолета Су-25. Тормовик Су-25Т оснащен авионом, птичный для российского степени. И индикатор на молоте степени, включен субъянный билет. Самолет стал тяжелее за счет размещения мобильная, что вполне удобно в базу электронного воздуха. Для их размещения было их принято в форме пуляжа. Кабиды билотов появились в транспортном воздухе. Элероны Су-25Т отклоняются гидравлическими пустерами. Рулин управления имеет обычную гидравлическую проводку от бедали. Тогда как на Су-25Т только элероны имеют успех управления. В этой миссии рассказывается об индикации на АИС в индикационном режиме, а также о том, как везти самолет по маршруту, используя директорное управление. Кроме того, будет рассмотрены режимы работы обыкновенных, по исключениям боевых. Очень желательно, чтобы перед выполнением этой миссии с вами была уже изучена панель приборов и индикационная гидравлическая 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 на Су-25Т. Приборная панель Су-25Т практически такая же, как на Су-25. На указателе приборной скорости появилась шкала желтого цвета, отображающая истинную скорость. А в левом нижнем углу панели – щиток автопилота. Его работу рассмотрим чуть позже. Перед вами ИЛС. Перед началом изучения навигационных и посадочного режимов необходимо ознакомиться с индикацией на нем. В центре ИЛС находится стилизованное изображение, индекс самолета и горизонтальная линия, играющая роль горизонта для него. Индекс – это схематическое изображение самолета при виде сзади. Положение индекса самолета относительно линии горизонта соответствует реальному пространственному положению самолета. Когда самолет вращается вокруг продольной оси, индекс вращается синхронно с ним, отображая угол текущего крена. Это обеспечивает летчику пространственную ориентацию даже при отсутствии видимости естественного горизонта. Индекс самолета обрамлен шкалой углов крена, большие риски на которой соответствуют углам 15, 30 и 60 градусов, а маленькие риски размечены через 5 градусов. Индекс остается неподвижным, а линия горизонта перемещается относительно него при изменении углового положения самолета. Справа от линии горизонта расположена шкала углов тангажа. Справа от нее – шкала вариометра, отображающего вертикальную скорость самолета в метрах в секунду. В левом верхнем углу ИЛС выводится приборная скорость самолета в километрах в час. Шкала и треугольник снизу – это индикатор ускорения торможения самолета. Число вверху – это предписанное значение приборной скорости на текущем отрезке маршрута. Справа от приборной скорости – подвижная шкала курса с неподвижным треугольником-указателем. Еще правее – значение текущей высоты. На малых высотах, когда работает радиовысотомер, выводится значение высоты, измеренное им. При этом справа от числа добавляется буква «Р». Если высота или крен увеличиваются настолько, что радиовысотомер отключается, выводится значение барометрической высоты. Число над текущей высотой – барометрическая высота, предписанная для этого отрезка маршрута. В левом нижнем углу ИЛС индицируется текущий режим или подрежим ИЛС. Правее, в режиме «Нав» расстояние до текущего пункта маршрута, а в правом нижнем углу – его порядковый номер. В центре ИЛС расположено директорное кольцо, указывающее, в каком направлении следует ввести самолет, чтобы выдерживать маршрут. Используя это кольцо, можно лететь даже при полном отсутствии видимости. Директорное управление позволяет выйти на заданный курс при переключении текущего пункта маршрута, автоматически отрабатывая двойную поправку. Нужно просто следовать за директорным кольцом. Если выбрать основной и самый сложный режим автопилота «Маршрут», нажав клавишу «А», то он будет следовать за директорным кольцом лучше, чем это может делать человек. Сейчас вы увидите, как у него это получается. Выполним увод самолета с маршрута, а затем включим автопилот клавишей «А». При использовании автопилота нам остается только контролировать скорость и поддерживать ее в заданных пределах, вовремя изменяя режим двигателей. Обратите внимание, что при маневрировании автопилот имеет определенные ограничения. Угол атаки по прибору не более 15 градусов, перегрузка не более 3G. Пока мы разворачиваемся, есть время, чтобы познакомиться с режимами работы автопилота. Первый режим – это маршрут, который включается из-под режима «Илс» «Марш» в режиме «Нав». Он управляет самолетом, ведя его по маршруту, проложенному в редакторе миссии. Пилоту остается только вручную поддерживать заданную скорость самолета. Второй режим – это режим посадка. Его можно включить, нажав клавишу «А» из-под режима «Посадка» – режима «Нав». Или же уже включенный в режим «Маршрут автопилот» автоматически переходит в этот режим, когда под режим «Марш» режима «Нав» переключается в режим «Посадка». режим «Стабилизация» «Навтопилот». «Город кризиску» «Маршрут автопилот». Регустальный шаг – «Навтопилот». «Навтопилот». «Стабилизация» «Регустые исполнительные». «Навтопилот». «Навтопилот» «Навтопилот». Не забывайте, что пелот не вытягивает более трёх стэ, но им всегда нужно помочь, чтобы делать груз на себя. Режим стабилизацией высоты броня 3, левая фаза 4, помогает в верхней структуре горизонтальной полёты. Премень можно управлять ручкой. Не забывайте, что при пелете подошвы не кратко для пелотов на момент свободности. Режим стабилизации радиовысоты левая фаза 5, обеспечивает полёт на стоянной высоте в поверхности. В следующем полёте обязательно попробуем этот режим в Кавказских каратах. Автопилот выключается, если угол тангажа выйдет за пределы плюс-минус 35 градусов, или крен превысит 60 градусов во всех режимах, кроме режима приведения к горизонту, маршрут и посадка. Теперь давайте посмотрим, как автопилот вернёт нас на маршрут. Нажимаем клавишу А и проверяем щиток автопилота. Теперь остаётся только не забывать контролировать приборную скорость. Субтитры добавил DimaTorzok